Доброго утра и отличного дня от меня, Маши Кармановой, вам любители книг, чтения и самых разных приятных изданий. Сегодня я расскажу вам о книге Гаута Хейвелла «Язык огня». Если вы прямо сейчас ищите книгу, которая с первой же минуты захватит вас, погрузит в свою атмосферу и на 100% увлечет ваше внимание, то эта книга мой вам совет. Она как хорошее кино с первой же минуты создает атмосферу, в которую хочется погружаться, исследовать, изучать подробности и, конечно же, следить за интригой. Сравнение с кино не случайно. Этот роман действительно очень кинематографичен. Воображение сразу начинает рисовать вам картины, но очередуются сцены, как в сценарии весьма неплохого кино. Повествование в книге ведется от первого лица. Автор – молодой писатель, который вернулся в норвежскую деревню для того, чтобы описать события, которые происходили здесь в год его рождения. В далеком 1978 году маленький норвежский поселок был потрясен. Загадочный и неизвестный преступник в течение месяца поджигал сарай и дома и не оставлял никаких следов. Спустя 30 лет автор медленно реконструирует события, возвращаясь в свое детство, и постепенно понимает, что пожары оказали влияние не только на жителей поселка, но и на него, и на его семью. Некоторого мистического оттенка добавляют тот факт, что автор буквально преследует пейзажи из прошлого, и перед ним встают люди. Которые давно умерли. Минималистичная норвежская природа, люди, каждый из которых тщательно хранит свои воспоминания, и медленный, вдумчивый, загадочный поиск ключа. Точно говорю, этот роман погружает и заставляет вас перенестись в свою атмосферу. В качестве еще одного аргумента в пользу оригинальности книги скажу, что норвежский писатель Гаутте Хейвелл написал эту книгу по оригинальным событиям. Действительно, в конце 70-х тихий поселок был потрясен чередой страшных пожаров. В Норвегии эта книга стала бестселлером. В 2010-м психологическая детективная драма получила престижную премию Браге. Сам Гаутте Хейвелл, как и его альтер-эго, родился в Норвегии в тихом поселке в конце 70-х. Он учился психологии в университетах Бергена и Осло, немного работал преподавателем, а в 2002-м году дебютировал в литературе. Он начинал с рассказов и статей, работал в журналах, также был литературным критиком, немного писал для музыкального театра и несколько раз представлял Норвегию на международных литературных конкурсах. Одно из его произведений даже было экранизировано. И что-то подсказывает мне, что язык огня, который уже переведен на 20 языков мира, будет непременно экранизирован, и из него получится очень даже неплохой фильм. Но сначала вам предлагаю создать этот фильм у себя в голове, ведь нет ничего более увлекательного, чем такая воображаемая экранизация. На этом на сегодня все. Я, Маша Карманова, прощаюсь с вами до следующего утра и непременно расскажу вам об еще одной очень интересной книге.